МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Новые программы в строительной отрасли. Михаил Игнатьев принял участие в расширенном заседании Государственного совета России. Несокрушимая и левендарная. Поисковики с Чувашей побывали на местах боев 25-й Чапаевской дивизии. Папа, мама, 8 детей и концерт. В Чебоксарах чествовали многодетные семьи. Владимир Путин призвал правительство и Банк России найти возможность снизить ставки по ипотеке. Такое заявление президент сделал на заседании Государственного совета по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности. В заседании Государственного совета принял участие и глава Чуваши Михаил Игнатьев. Сегодня в Москве работала наша съемочная группа. В строительной отрасли должны произойти серьезные перемены. Как будет развиваться эта сфера, дальше обсуждали сегодня в Большом Кремлевском дворце на очередном расширенном госсовете. В Кеоргиевском зале Кремля собрались федеральные министры, депутаты Государственной думы, руководители регионов, представители бизнеса и ведущие эксперты индустрии. В таком составе о перспективах строительного комплекса не говорили давно. Проблем накопилось немало, хотя у этой отрасли колоссальный потенциал, отметил Владимир Путин. Страна добивается рекордных показателей по строительству жилья. Только в прошлом году было введено более 85 миллионов квадратных метров. Но новые квартиры должны стать доступными для граждан. Необходимо преобразовать ипотечные программы. Это первостепенная задача. Ипотека – это мощный двигатель жилищного строительства. И правительству совместно с Центральным банком, безусловно, нужно искать пути снижения ставки по таким кредитам. Искать новые механизмы привлечения финансовых ресурсов в ипотеку. При этом не нагружать бюджет новыми дополнительными расходами. Одним из распространенных способов приобретения жилья является долевое строительство. Однако здесь еще достаточно проблем. И прежде всего, это неисполнение застройщиками своих обязательств. К сожалению, обманутых дольщиков все еще много. И за каждым случаем стоит судьба конкретной семьи, конкретного человека. Президент потребовал провести скорейшую инвентаризацию незавершенных строительных проектов. Необходимо развивать и рынок арендного жилья. В ближайшее время изменения также произойдут на законодательном уровне. Владимир Путин потребовал сократить количество процедур для фирмы-компаний, занимающихся возведением жилья. Строители должны быть освобождены от лишних проверок. Необходимо также исключить ситуацию, когда уже готовым к строительству объектам предъявляются новые требования. Их постоянно выдвигают то МЧС, то Роспотребнадзор, то пожарные службы. Другие структуры, они вводят свои новые правила без согласования с Минстроем. И можно себе представить положение инвесторов, застройщиков. В итоге вся проектная база будущих строек просто рассыпается. Задачи, поставленные президентом, регионы готовы выполнять. Михаил Игнатьев отметил, что в Чувашии наметились неплохие темпы строительства жилья. Мы много строили жилья и строим жилье. Даже с учетом падения в реальном секторе экономики, у нас значимого падения нет. Понятно, во всех регионах объемы строительства жилья упали. Но мы в динамике строительства многоквартирных жилых домов увеличили. У нас индивидуальность жилищной строительства упала. Почему? Потому что в сельской местности селяне расставляют свои приоритеты. Мы не можем их помудить строить жилье, если у них жилищные условия позволяют. Они расставляют свои приоритеты. Поэтому мы, строительства многоквартирных жилых микрорайонов, будем увеличивать. У нас здесь земельные участки. 56 территорий комплексной застройки. Это 2000 гектаров земель сельхозназначения мы перевели. И это практически не менее, чем 2 миллиона квадратных метров жилья. Эффективную работу Чувашской республики в строительстве отметил и федеральный министр Михаил Мень. Работа в Чувашии неплохая. Понимание того, как должна быть устроена современная градостроительная среда у руководства региона, есть. Мы это видим. Понятно, что не хватает, наверное, возможностей, но при этом мы со своей стороны будем также оказывать возможную помощь. То, о чем я сегодня в докладе говорил, то, что касается нашего единого института развития, созданного на базе ИЖК. Мы через специально созданный фонд будем стимулировать субъекты Российской Федерации, делать им соответствующие проекты по благоустройству. Так что Чувашию приглашаем тоже участвовать в этом процессе. По итогам этого госсовета должны быть разработаны новые нормы градостроительной деятельности. Эту работу необходимо выполнить в ближайшие годы, отметил Владимир Путин. Дмитрий Ковалев, Россий Мухаммедов, Республика, из Москвы. Конфликтная ситуация с управляющими компаниями «Алста» и «Камал» урегулирована. Напомним, около года жители 27 домов в Новоюжном районе получали двойные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. В собрании собственников домов решили, что 30 июня управлять домами в Новоюжном жилом массиве будет общество с ограниченной ответственностью «Алста». До этого многоквартирные дома находятся в управлении ОАО «Камал». Между управляющими компаниями заключен договор на выполнение работ по санитарному содержанию и техническому обслуживанию жилищного фонда и придомовых территорий. Чебоксарские поисковики вернулись со Всероссийской вахты памяти в Крыму, посвященной Великой Победе. Участники отрядов поколений «Патриот гимназии номер 4» и службы судебных приставов пополнили музей ценными экспонатами с мест боевой славы легендарной 25-й Чапаевской дивизии. Сотрудничество 4-й Чебоксарской гимназии с Севастопольской школой-интернатором номер 6 началось в прошлом году. В этом, в рамках проекта «Дороги Победы» ученики 5-6 классов побывали в местах боев знаменитой 25-й стрелковой Чапаевской дивизии. В том числе и в пещерах, где располагалась дивизия, и на диораме «Штурм Сапун-горы». Основная наша цель – это побывать на местах боевой славы 25-й Чапаевской дивизии и ознакомиться с музеем школы-интерната, с которыми мы тесно сотрудничаем. И многие экспонаты, представленные в нашем музее, они подарены школы-интернатам, где ребята сами занимаются поисковой деятельностью. Патроны, ядра времен Крымской войны, фотографии легендарного снайпера Чапаевской дивизии Людмилы Павличенко. Эти и другие экспонаты, привезенные отрядом поколения, пополнили экспозицию музея 4-й гимназии. Все эти экспонаты мы собрали из разных поисковых экспедиций. Первые экспонаты привез в этот музей я, из Ленинградской области, Кировского района. Я считаю, что каждый человек должен хотя бы один раз съездить на такую экспедицию и загореться всем этим желанием найти своих родственников, других людей, потому что это святое дело, я считаю, и не каждый сможет это сделать. Поисковики отряда «Патриот» Управления судебных приставов по Чувашии передали предметы Великой Отечественной войны, найденные во время экспедиции музею Чапаева. Шесть поисковиков-сотрудников Управления судебных приставов по Чувашии приняли участие в вахте памяти в районе третьего кордона Микензиевых гор под Севастополем. Там держала оборону 25-я стрелковая дивизия имени Чапаева. В ходе экспедиции членами отряда были найдены предметы быта и вооружения, их и передали музею. Среди экспонатов, которые пополнит музейный фонд, оказались кружки, котелок, ящик для хранения ленты от пулемета «Максим» и другие находки. Более двух тонн турецкого винограда и яблок неизвестного происхождения уничтожили сотрудники прокуратуры Ленинского района города Чебоксары во время проверки оптового рынка Николаевский. Правоохранительные органы обследовали торговые предприятия на предмет реализации оборота продовольственных товаров, ввоз которых в России запрещен или ограничен. Проверку проводили при поддержке ОМОН и МВД по Чувашии, чтобы торговцы не смогли скрыться с территории рынка. Один из предпринимателей торговал турецким виноградом, реализация которого запрещена в России с января 2016 года. За это его штрафовали на 23 тысячи рублей. Санкционный виноград весом около 150 килограммов был уничтожен. Некоторые предприниматели в попытке избежать ответственности за ввоз санкционной продукции срывали с товаром маркировки. Однако, согласно законодательству, такая продукция также подлежит уничтожению. У одной из предпринимательниц было изъято и уничтожено около 350 килограммов винограда, а также 180 ящиков яблок общей массой более 2,5 тонн. Помимо чисто российского праздника, Дня семьи, любви и верности, в мире отмечается еще и Международный день семьи. Он выпадает на середину мая. Праздничный концерт, посвященный этому дню, состоялся сегодня в столичном парке имени Николаева. Среди выступающих нет профессиональных певцов и танцоров. Юные артисты, воспитанники чебоксарских школ и детских садов, а также семейные творческие коллективы. Дом – это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут, там, где забудешь о плохом. Это твой дом, это твой дом. Среди приглашенных – многодетные семьи. В семье Дмитриевых шесть детей. Старшие уже школьники. С тремя младшими – Дариной, Евдокией и Иваном – мама сидит дома. Воспитывать дошкольников без помощи государства было бы очень сложно, признается Татьяна. В прошлом году Дмитриевы открыли семейный детский сад. У нас дошкольная семейная группа при 128-м детском саде. По мере возможности посещаем физкультурные занятия, музыкальные, развивающие. Узкие специалисты детского сада приходят к нам домой. Логопед, медицинские работники. Мне, как маме с шестью маленькими детьми, очень трудно трудоустроиться. Для меня это отличная работа. Я целиком посвящаю себя своим детям. Ну и одновременно работаю, получаю зарплату. Чтобы открыть семейную дошкольную группу, многодетной маме необходимо обратиться в управление образования города Чебоксара. Кроме того, надо оформить медицинские карты на себя и на детей. Количество многодетных семей в республике с каждым годом растет. К счастью, сегодня создаются все условия для того, чтобы они ни в чем не нуждались. Мы с вами знаем, что по проценту многодетных семей Чебоксарская республика сегодня является лидером Российской Федерации. Хорошее идет строительство детских дошкольных учреждений. В этом году уже начали строительство школ. Делается все для того, чтобы наши дети развивались и были творчески устремленными, стремились к знаниям. Дарина Игнатьева, Анастасия Алангина, Андрей Спиридонов, Республика. Победитель и призер российских и международных турниров Татьяна Ариасова стала абсолютной победительницей казанского легкоатлетического марафона. Он был посвящен Международному дню памяти умерших от СПИДа. Две другие спортсменки Чуваши, Татьяна Архипова и Алина Прокопьева, завоевали золото и серебро чемпионата России по марафону. Как сделать торт по-настоящему уникальным? Оригинально его украсить. Специалисты столичной кондитерской планеты знают, как сотворить сладкий шедевр даже в домашних условиях. На прошедшем мастер-классе кулинары поделились некоторыми секретами профессионального мастерства. Репортаж смотрите далее. А я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Дети, я вам сейчас покажу, как в домашних условиях оформить можно тортик с папой, с мамой. Вы сейчас научитесь, посмотрите, а потом будете учить их дома. Хорошо? Здесь рождается самая настоящая сказка. На бисквитном корже вырастает целый лес. В один ряд встают и аккуратные березки, и пушистые ели. А на полянке у нас что много бывает? Травки, на которые мы что любим? Валяции. На торте поселилось семейство ежей. У каждого остренькие иголочки и аккуратные глазки. А компанию им составили зайцы. Носик, ротик обведем и точки поставим, как будто там у него усики. Подобные мастер-классы в игровой форме для детей и их родителей кондитеры планеты проводят не в первый раз. И постоянно придумывают что-то новое и необычное. Первое впечатление, как говорится, очень понравилось. Как сам делает торт, как дети воспринимают всю вот эту информацию, и как они смотрят на все это. Это очень полезное. Даже родителям и детям это чаще, наверное, надо показывать вот эти мастер-классы, чтобы мы развивались и наши дети вместе с нами, с родителями, с бабушками, с дедушками. Кондитерская планета предлагает широкий ассортимент продукции от пирожных до многоярусных тортов. Всего более двухсот наименований. Дизайн уникален и поражает воображение. Девушка в традиционном чувашском наряде. Торт в стиле графитной доски. Модный тренд – акварельная роспись. Мы стараемся отслеживать все тенденции, все новинки, которые в этом году, например, модны будут в этом сезоне. Это и свадебные торты. Стараемся показать людям новые техники, какие-то в изготовлении тортов. Недавно компания представила новую линейку элитных тортов. Красный бархат, горький шоколад, золотая карамель. Вкусна не только начинка, но и название. Эти сладкие десерты производятся из натуральных ингредиентов премиум-класса. Контроль качества поступающего сырья – одна из основных задач предприятия. Это подтверждают и сроки реализации – 36 часов. Для нас себя мы ставим важной целью не только порадовать наших посетителей, гостей красивой продукцией, красивыми тортами, пирожными, но все-таки мы стараемся заботиться и о здоровье населения. Для нас очень важно, чтобы в составе сырья, которое поступает на предприятие, все-таки не было пальмового масла. Мы стараемся все-таки удержать тот уровень, который мы этими годами наработали. Такой подход к делу не остается незамеченным. Продукцию «Планеты» любят и знают не только в Чувашии. Предприятие имеет множество наград различных международных конкурсов, а творят сладкие шедевры мастера с большой буквы. Попробовать сладости и убедиться в их качестве можно в любом из филиалов или кафе «Кондитерская планета». Редактор субтитров А.Семкин